Музыка Музыка Ну что, друзья мои, продажа пивоварни идет своим чередом, но я же не могу сидеть без дела. И поэтому, как многие харьковчане уже догадались, сумской рынок, это что? Это пивоварня Альбир, конечно же. Поработали мы с ними очень плодотворно. Могу вам сказать, что пивоварня отличная, ребята просто супер, профессионалы своего дела. Ну а вот супер ребята пивовары. Макс, Ветал, помощник, лучший помощник пивовара. Дмитрий, а где Влад? Это Влад, тоже супер помощник. Вот, спасибо большое Сергею Коваленко, генеральному директору пригласил. Дал, скажем так, художнику мольберт кисти и краски и сказал, ни в чем себе не отказывай. Ну, так как у меня времени полно, естественно, я взялся за рисование пяти новых сортов. Могу сказать, что четыре из них уже в продаже, пятый будет на подходе. Первый сорт это у нас Берри Саур. Отличный такой ягодный кислячок, смородина, в основном немножко малины, немножко ежевики и чуть-чуть апельсиновые цедры. Обалденное варенье вообще получается, но так как мне очень нравится вот такой формат варенья, я сделал на этой основе кислячок. Запах обалденный, вкус приятный, нежный, сбалансированный. Кому интересно, закислил до 3,5 pH, поэтому такой мягкий-мягкий классный кислячок получился. Следующим у нас стал сорт томатный козе. Это тут я тоже дал волю фантазии. Во-первых, квашеные помидоры туда пошли, настоящие. То есть мы объездили весь Харьков, пока нашли. Сейчас и нету получается таких помидоров нормальных. Нашли женщину на базаре, она сама делает, настоящий, там без сахара. Обычно сахар фигачат, блин, они сладкие, не кислые, ароматики нету. Черт и что они, квашеные помидоры. Но! Нашли настоящие квашеные помидоры с листьями вишни, хреном, укропом. Короче, все по-настоящему, отличные, аж слюнка течет. Вот, это туда добавили, потом свежие помидоры добавляли, томат-пасту добавляли. И еще ресторан, пивоварня, тут же кухня есть. Мы накупили огромное количество свежих помидор и завялили в духовке до карамельной корочки. И тоже туда добавили. И плюс еще солод взяли, копченый, тоже добавили. И такой микс получился. Ну, естественно, розовую гималайскую соль. Какой же газе без розовой гималайской соли. Все туда запихнули. Получилась обалденная, просто бомба. Я думаю, литр за обед уходит, это так. Вот, как томатный сок, даже лучше. Лучше. Вообще, бомба-ракета. Пушка-петарда. Вот, это второй сорт. Третий сорт, естественно, тыквенное пиво к Хэллоуину сделали. Тут я тоже дал себе волю. 800 килограмм тыквы настоящий. Зафигачили в этот сорт. Специи идеальные, только лучшие взяли. Огромная куча кленового сиропа тоже. 10 литров настоящего канадского кленового сиропа. Все это заливалось. Кухня, конечно, я извиняюсь перед кухней. Ребята, ну, половину тыквы сырой, как бы, перемололи. Тоже почистили, перемололи и добавляли на затирание. А 400 килограмм все это резалось, запекалось с кленовым сиропом. И потом толкалось, вот так вот и добавлялось именно на фильтрацию. Ну, все, как у меня там в видео когда-то расписано. То есть, короче, получилось мощнейшее, насыщенное, пряное, настоящее, тыквенное пиво, какое оно должно быть. Четвертый сорт. Это аналог нашего кофеина, только мощнее. Тут я тоже не позволили купить кофе, не жидится на нем. Взяли у товарища, который сам закупает и жарит, настоящая колумбийская арабика супрема. Он ее обжарил буквально за неделю до этого. Она вот, 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 аж пышет ароматом и вкусом. И все вот это вот великолепие запихнули в стаут. Тоже получился такой очень-очень насыщенный кофейный аромат, чистый кофейный аромат. Вы даже не скажете, что это пиво. Просто вот свежесмолотый заваренный кофе. Обалденно пахнет. И плюс еще стилем затирания постарался сделать, чтобы оно было полнотелое и сладковатое. Без использования лактозы. Потому что я знаю у многих непереносимость лактозы. И это, ну, как бы ограничивает людей, чтобы пробовать такой замечательный напиток. Тут никакой лактозы. Идеальный свежезаваренный ароматный кофе. Вот, с ложечкой сахара. Такой очень приятный. Я думаю, с шариком мороженого или стаканчиком сливок вообще будет идеально заходить. Это, ну, утром, вечером, в обед, когда угодно. Вот просто такой латте. Просто идеальный такой получился. Кофейный напиток. Ну, и пятый сорт. Он еще в процессе. Это мощнейший доппельбок с черникой. Это что-то будет. Сейчас уже на этом этапе. Это просто у меня нет слов. Он пахнет. У него вкус непередаваемый. Он будет готов, я думаю, к Рождеству. Так что, друзья мои, кто хочет попробовать настоящую нормальную кравтятину, пожалуйста, в альбировские магазины. Покупаем, наслаждаемся. Кто хочет, заказываем. Все ссылки будут под видео, в описании. Наслаждаемся и радуемся жизни. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...